сейчас будем разговаривать о том как сделать так чтобы эти цели особенно денежные ваши цели в этом году они выстрелили очень хорошо и вы вы самое главное их приняли смотрите я думаю многие из вас там ставили уже цели там увеличить там свой доход там писали какие-то суммы конкретные и я думаю не процентов там на на 80 вряд ли эти цели сбылись я сейчас постараюсь объяснить почему это не произошло смотрите начнем с такого маленького задаю вам вопрос вы отвечаете даю три варианта ответа и вы на них отвечаете смотрите если бы вам предложили not all все там допьют воду каждый день вода нам нужно смотрите выберите себе сколько бы вы хотели иметь воды в день 5 литров 20 литров или 200 литров ребятки напишите в чат давайте сейчас по активнее чтобы мы быстро все это поехали 520 25 25 200 20 красавчики если супер ребята ну понятно смотрите теперь объясняю теперь даже такой вопрос сами себе ответьте по моему ученые там или кто-то там физиологи там спортивные они вы считали что надо в день человеку по моему там выпивать только 5 литров посмотрите ребята те кто написали 5 литров почему именно 5 литров почему вы подумали только 5 литров 5 литров хватит вам только на то чтобы там выпить ну как бы для ваша организма просто возобновить его потребность израсходования так сказать этот объем есть я уже сразу ласки писать правильно смотрите ребятки теперь расшифровка данного данного теста мало пью воды серега правильно мало многие там мало тут даже не это подумала о любом смотри ну любо подумала а завтра и дети серьезно смотрите ребята на самом деле есть вот почему почему пирамида маслоу потому что ребятки смотрите обращаем внимание есть есть так сказать нижние наши потребности даже я сейчас поставлю не микрофон не выключил это сидит и печатает это выключите пожалуйста микро я тоже слышу очень хорошо вот куда за их ну да да ребятки да выключайте пожалуйста потому что у нас все как бы все спасибо большое так сейчас я открываю пирамиду маслоу уже настоящую самом деле что не ту которую тут мы для ну просто для настроения подняли поставили так теперь смотрите расшифровка теста те кто написал 5 литров ребятки это самая низшая ступень пирамиды маслоу это физиологические потребности то есть смотрите ваше сознание ваше убеждение они ограничивает вас только на потребление на ну в общем в на выживание по сути ребята это вы ни в чем тут не виноваты вы не плохие не в ни в коем случае просто у вас есть какие-то подсознательные убеждения что вы достойны только того чтобы выживать естественно вы и выбрали самый минимальный вариант из этой как бы из этого из предложенных ответов дальше те которые выбрали 20 они уже это уже больше от стабильность ну как бы стабильность здоровье личная безопасность там даже любовь дружба и общение они уже предполагают что не только попить надо но еще и поесть умыться пойти с друзьями по пообщаться для того чтобы пообщаться надо хотя бы умыться да и поесть что-нибудь там и ну вы понимаете те которые написали 200 они уже начинают вот потребность призвание люба по моему написала она подумала уже об окружающих вот у нее есть потребность уважения окружающих у нее как бы высокая самооценка ну как минимум сейчас все утрированное совпадение с реальными лицами там ну как вы знаете дать его рассказывает это как бы но здесь не нет совпадений скажем так трудно после нового года собираться ладно те которые вообще-то мне написали они подумали вообще почему выбирать из 5 там 20 и 200 я хочу вообще там например там миллион там дали водокачку себе только купил билета в пачку тот получит водокачку это уже в верхней а теперь ребятки теперь смотрите дальше вы уже нора поняли что сегодня все так у нас подвохом и сделано для того чтобы расширить ваше сознание и чтобы вы этот год серьезно стартанули серьезно масштабировались расширили свое сознание поубирали эти ограничивающие убеждения плохая новость том что те кто как бы не уберут свои ограничивающие убеждения чтобы они не делали у них ну не вырастет доход естественно не вырастет какая-то социальная эффективность и вообще они этот год просто ну вы понимаете чтобы они не делали как бы они не старались все равно кокос расти у них не будет это как из фильма бриллиантовая рука по-моему ладно шучу хорошая новость том что эти ограничивающие убеждения легко меняются заменяются и поэтому у вас как бы нету никаких там проблем с тем чтобы этот год стартанул поэтому мы начинаем этот наш год этот наш первый зум с таким ну такой очень важной теме это расширение сознания и расширение наших личных границ в плане потребления и приятия то есть вы поняли почему да вот раньше вы чего-то хотели это это относится не только к воде деньгам там или к чему-то там ко всему ребята если вы чего-то хотите но у вас ваше сознание на уровне выживания вот на первое хлебову так сказать какой какой там икрову и маслову вы мечтаете только о икрову и маслову а на самом деле ваши жесткие ограничивающие убеждения прошитые которые еще с детства там вас возможно даже там вашим окружением теми фильмами теми людьми которыми вы общались они заложены вас и вы вы мечтаете о яхтах и путешествиях и там миллионах а у вас просто как бы звук такое жесткое ограничение которое сознательно она не вами не воспринимается и вы не понимаете вы только подходите вы начинаете продуктивности увеличивать свою там в разы а результата нету в этом плане пересмотрите ребятки давайте следующий шаг мы там сегодня так будем плавно вас подводить раскрывать ваше сознание и убирать ограничивающие убеждения по деньгам теперь ребятки давайте следующий тест на пину выберите даже не выберите напишите сколько вы хотите денег в день получать not иметь каждый день сколько бы вы хотели чтобы у вас было денег каждый день тут ваш доход например напишите в чате все призадумались ребятки давайте давайте да вот 5000 ну только только ребятка ребята пишите в чем это в рублях в долларах 200 10 тысяч 200 200 самое популярное смотрите я думаю 10 тысяч 5 тысяч долларов вау 10 тысяч долларов 1000 долларов ну дима вообще красавчик миллион дали сколько там 100 тысяч день пока по 25 баксов все постепенно не анила сейчас мы это упражнение смотри здесь не констатация фактов а сколько бы ты хотела иметь 500 долларов ребятки марина ты не подсказывай давай сиди опиши сколько денег не имей а их все мало для начала 50 тысяч а так 10 тысяч день вот серёга красиво 50 тысяч 10 тысяч круто посмотрел 3 сколько денег не имей а их все мало это вот тоже кстати ограничивающие убеждения дальше объясню почему вот не анила сразу понял ну тогда под 1000 суперов было бы 50 к 1 миллион артере вот вот красавцы молодцы марина подняла руку марина давай включай микрофон и липи слуху наверно не туда подняла извините хорошо хорошо но это не они тебя имел имел ввиду тут марина рыкунова у него ладно а случайно я понял да глаза не насытные у людей жандос жандос вот смотри вот давайте кстати ребята давайте напишите какие-то пословицы ну такие убеждения ваши которые насчет денег которые вас ограничивают у жандос глаза не насытные у людей ну причем глаза не насытные ненасытные ну как как это можно перефразировать ребята кто-то говорит там магнит для денег да там все такое хотя все это ограничивает случайно не люблю поговорки от серёга правильно потому что ребята смотрите поговорки на самом деле те которые деньги зло иметь так так меру вот деньги зло тут смотрите их если кто-то вот кого-то есть такое я думаю большинство наверное людей есть такое нас учили приучали что деньги зло там все такое там деньги это ну там типа у плохих людей богатые это плохие подлые люди все такое вот это все нас ограничивает потому что мы воспринимаем то что негативно для нас ну не ну не приходит к нам жизнь мы не хотите чтобы у вас там как бы в доме лежали там в кошельке какое-то зло какое-то там да там какой-то негатив чем больше их становится тем больше хочется приходишь в магазин и зла не хватает вот правильно да если ассоциация деньги это зло то их может не хватать если есть такое бежда да да деньги зло ну да вот у нас обучали что деньги злой деньги возможности вот люба все верно деньги это по сути ресурс это возможности это также точно смотрите и не всегда не хватает да это программы ребята это подсознательной программы которые план программируют вас на взаимодействие с этим ресурсом деньгами деньги пересчет любят да есть такой расти расти копеечка круто классно да только чуть копеечка миллиончик расти расти миллиончики деньги добро отсутствие денег зло вот вот это вот по нашу деньги добро правильно деньги ресурс по сути но это как нож это как но это инструмента в одного руках это как бы он там у суперповара он там накормит людей и приятно им сделать убийца возьмет там кого-то там зарежет а как бы зло будет вообще деньги по сути они безличностные без без каких-то оценок безоценочные это ресурс деньги деньгам копейка рубль бережу то круто столько пословиц ребята красавцы столько всего теперь смотрите опять же давайте с позиции того и той же воды и потребление воды сколько вы выбрали на себя и теперь смотрите с деньгами правильно мы вас подвели постепенно до поэтапно что вы поняли что зачем мало вы уже начали думать не только о том чтобы про кормить себя и поднут свои физиологические потребности удовлетворить вы еще и подумали о следующих пирамид ну о следующих потребностях пирамиде маслоу по сути те которые уже там ну какими-то пятизначными цифрами оперировали я думаю у них уже потребность как минимум уважение окружающих самооценки там потребность от личного совершенно самосовершенствования и персонального развития по сути это уже как бы вы задаете вопросы кто такой я кто такой бог вот такой вообще этот мир что здесь смысл жизни да для чего я здесь это уже круто и смотрите ребята на самом деле с каждой ну с каждой этой ступенькой пирамиде маслоу вы поднимаетесь вы расширяете свои свое сознание чем больше тем более расширенное сознание чем больше объем вашего сознания тем больше мир дает вам ресурсов смотрите ресурс это не обязательно деньги ресурсы это могут быть связи ресурсы могут быть знания ресурсы могут быть какие-то там не знаю там ну природные ресурсы да кто-то там получил наследство такое участок где-нибудь в саудовской аравии да там оказалось поставил скважину вот тебе вроде как бы денег не получил вы получил охрененный ресурс который превратился потом деньги или кто-то там родился а у него какой-то оказался там не знаю там родственник дальний умер в америке оставил там миллиард долларов наследство все все может быть смотрите то есть вы поняли вы даже не просто поняли я не зря сделал первое сначала про воду объяснил вам вытащил на уровень сознания вашего ваши неосознаваемые вот эти вот ограничивающие убеждения которые ограничивали вас на потребление воды например да на следующем этапе по деньгам вы уже классно отработали вы уже сознательно взяли расширили себя вывели на новый уровень ребятки поздравляю вас вы красавцы вы как минимум сейчас вышли ну на пару уровней выше на той пирамиде масло поэтому поздравляю ребята ваш прием увеличится как минимум я не знаю ну 10 в сто раз точно в этом году теперь смотрите ребята после того если смада давайте ребята обратную связь все понятно плане там расширение сознания ирина миронова я магнит для денег они ко мне липнут круто супер так ребятки давайте обратную связь с этим все понятно с объемом сознания с и с тем сколько вы будете иметь и сколько вы имеете в этой жизни кстати смотрите ребята то же самое вы можете по любой сфер там там колесо баланса да там сколько у кого-то там 5 этих там секторов можете пройтись и опять же позадавайте по этой схеме вопросы сколько вы хотите там какое какого общения сколько вы например там друзей хотите да хороших там кто-то напишет большинство людей почему-то я проводил такой же тест по плане там общения там все ну большинство написали от 11 должен быть хороший друг один но настоящий друг а почему не 100 почему не миллион меня цель например миллион друзей которым как бы ну меня хорошие отношения я им помог заработать по миллиону долларов хорошая цель хорошая можно было как бы поставить себе цель одного хорошего человека который который у меня просто хорошие отношения зачем ограничивать если можно брать все